Рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен новому продукту от компании Eostar, умная АТС N824. Перед вебинаром хотел бы вас проинформировать о том, что сегодня будут рассмотрены некоторые технические подробности, поэтому менеджеров прошу набраться немножко терпения. Итак, в сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим, совершим обзор возможности АТС Eostar N824, рассмотрим основные характеристики, посмотрим как начать работать со станцией, также произведем обзор функционала и обзор веб-интерфейса. Eostar N824 это телефонная станция, которая включает в себя аналоговые интерфейсы и обладает широким набором возможностей, которые присущи IP-телефонии. Данная АТС отлично подойдет для тех компаний, которые используют существующую аналоговую инфраструктуру для аналоговой телефонии и желают перейти на IP-телефонию. То есть, если вы собираетесь перейти на IP-телефонию, то данное решение вам отлично подойдет. Станция проста в настройке, в установке, не требует специализированных знаний, сертифицированных специалистов, не требует лицензий. Конструктивно станция представляет собой блок форм-фактора 19 дюймов высотой 1 юнит, может монтироваться в стойку. Станция имеет на передней панели 24 порта для подключения аналоговых телефонов и 8 аналоговых линий. Также на передней панели размещены индикаторы зеленого цвета свечения для аналоговых телефонов и красного цвета свечения для аналоговых линий. На задней панели станции размещены разъемы RG21, Телко или МФИНОЛ. Эти разъемы дублируют порты на передней панели, аналоговые порты. Разъемы предназначены для разведения аналоговых портов станции на системы красировки, на патч-панели в офисе. Также на задней панели размещен слот для SD-карты для записи разговоров, One-порт, консольный порт и разъем подключения электропитания. Также выключатель питания и кнопка сброса. Возможности станции. В первую очередь следует отметить, что станция готова к работе после покупки сразу из коробки. Для настройки станции используется простой веб-интерфейс управления. Данная АТС представляет собой гибридное решение. Она позволяет подключить 24 аналоговых телефона, 8 IP-телефонов, 8 аналоговых линий и 4 канала в IP, SIP-канала. Для работы удаленных абонентов со станции Ястар разработала приложение Линкос. Станция имеет интерактивное голосовое меню. 20 интерактивных голосовых меню нам доступны. Возможности голосовой почты, очереди конференции и автоматической записи разговоров реализованы в данном продукте. Кроме административной учетной записи для выполнения настроек станции, каждый пользователь имеет свой личный кабинет. То есть он может зайти через веб-браузер в станцию и, соответственно, работать в своем личном кабинете. Далее мы это подробнее рассмотрим. Для подключения к внешним линиям и маршрутизации вызовов предусмотрено 20 входящих и 20 исходящих маршрутов. В станции реализованы группы вызовов, режим автодозвона, реализована поддержка старкодов, сетевая защита, то есть станция имеет фэрвол. Также существует поддержка работы с факсом по протоколам Т-30 и Т-38 и с возможностью отправки факса на e-mail. Станция позволяет настраивать различные типы звонков, рингтонов. То есть если звонок приходит с внешней линии, то тип звонка один. Если звонок приходит с внутреннего абонента другого, то тип звонка другой. Допустим, два длинных с внешней линии, три коротких с внутренней линии. Восемь различных рингтонов, типов звонков можно настроить. Схема подключения станции приведена на данном слайде. То есть восемь городских аналоговых линий мы можем подключить к городской АТС. Четыре канала СИП к различным СИП-провайдерам. Восемь телефонов СИП могут быть подключены. И двадцать четыре аналоговых телефона. Также мобильное приложение Линкас, мы дальше его рассмотрим подробнее, может использоваться совместно с мобильным телефоном для работы со станцией с офисной телефоней через мобильные каналы связи. Подробные характеристики станции приведены в таблице. Мы останавливаться подробно на них не будем. Лишь хотел бы здесь указать, что восемь СИП-телефонов поддерживает станция. И четыре СИП-канала. Электропитание станции стандартное. Вес всего полтора килограмма. Станция поддерживает протоколы СИП РФЦ 3261. Стандартный транспорт UDP, TCP, TLS. Также реализована поддержка ДТМФ. Все режимы ДТМФ поддерживаются. Поддержка всех популярных кодеков. Для управления станцией используется либо веб-интерфейс, либо SSH, либо HTTPS для веб-интерфейса. Также станция поддерживает все стандарты работы аналоговых каналов. Отличие от АТС серии MyPBX. В первую очередь следует отметить, что MyPBX это IP-станция с модульным расширением аналоговых каналов. Но N824 это аналоговая станция, в которой уже все аналоговые каналы встроены, настроены. И могут уже использоваться без дополнительной настройки. В MyPBX необходимо устанавливать для FXS и FXO специальные платы расширения. Для N824 эти платы расширения устанавливать не нужно. В N824 станции реализован автодозвон на номер удаленного абонента. Реализованы настраиваемые типы звонков. Предусмотрено наличие мобильного клиента. То есть разработан мобильный клиент Linkos. Реализован механизм запоминания маршрута входящего вызова. То есть допустим, если вызов приходит, если удаленный абонент набирает телефон компании, городской телефон компании, и после того, как голосовое меню проиграло, он набирает дополнительный внутренний номер, то станция запоминает этот маршрут. И в следующий раз, когда он позвонит на городской номер компании, то станция автоматически направит вызов на соответствующего внутреннего абонента. В MyPBX для записи разговоров использовался либо USB накопитель, либо в старших сериях SATA жесткий диск. В N824 станции используется SD-карта для записи разговоров. Также в N824 есть возможность настройки звонка по таймеру. Это полезно для организации будильника, либо оповещения по таймеру. Для начала работы со станцией особых настроек, либо приглашать для настройки сертифицированного специалиста не нужно. После покупки станция сразу подключается в сеть, подключаются аналоговые телефоны, и станция готова к работе. Звонки по внутренним номерам осуществляются по номерам с 601 по 624, это с 1 по 24 порты. Звонки на внешней линии можно выполнить с помощью набора либо восьмерки, либо девятки. С восьмеркой это непрерывный набор, с девяткой это набор через длинный гудок, через выход на городские линии. Входные звонки все поступают на номер 601. Для дальнейшей настройки станции необходимо использовать веб-интерфейс, который мы с вами сейчас рассмотрим. Логин и пароль для входа в веб-интерфейс стандартные. Логин админ, пароль, пасворд. Станция обладает интуитивно понятным веб-интерфейсом. В верхней части расположено основное меню. В левой части расположены разделы настроек. Все настройки представлены в табличном виде. В данном случае на слайде вы видите настройки для номеров. Номера могут редактироваться группой. То есть можно галочкой в левой части выбрать несколько номеров и совершить настройки для этой группы номеров. Вот вы видите на экране интерфейс панель для настройки внутреннего номера. Здесь можно ввести имя, должность, телефон, дополнительный мобильный телефон, который будет привязан к данному абоненту. Также email. На email будут отправляться голосовые сообщения. И также доступны дополнительные панели расширенных настроек. Здесь можно более точно настроить, включить горячую линию на этот канал. Нет. Назначить пароль для входа в веб-интерфейс. Для каждого пользователя, для каждого номера есть возможность входа в личный кабинет. В личном кабинете пользователь может выполнить собственные настройки, настроить имя свое, настроить должность, ввести свой email, ввести номер мобильного телефона. Также через личный кабинет пользователь может получить доступ к записям разговоров и голосовой почте, настроить переадресацию, время вызова и режим не беспокоить. Также выполнить настройку таймера. Входящие маршруты также настраиваются через веб-интерфейс. 20 входящих маршрутов предусмотрено в станции. Для входящих маршрутов может быть настроена фильтрация либо по ДИТ-номеру, либо по номеру удаленного абонента. Входящие звонки могут быть направлены на внутренний номер, либо на голосовую почту, либо на голосовое меню, либо в группу, либо в конференц-комнату, либо в очередь, либо на факс. Также во входящих маршрутов предусмотрен детектор факса. То есть, если поступил звонок и отправляется факс, станция определяет, что это факс и отправляет этот факс либо на внутренний номер с факсом, к которому подключен аппаратный факс, либо на электронную почту. Для исходящих маршрутов существует возможность ограничения по паролю, ограничения для определенных пользователей, чтобы другие, некоторые пользователи могли звонить на междугородние, допустим, номера, некоторые не могли. Мы можем это настроить через исходящие маршруты. Реализована настройка правил набора по шаблону. То есть, если нам необходимо отправить звонки через восьмерку на определенного оператора, через определенный СИП-провайдер, то это настраивается через маршрут. В станции реализованы очереди, предусмотрено 10 очередей. Настраивается оповещение о позиции в очереди, проигрывается пользовательская запись очереди. Существует возможность настройки удаления агентов, покинувших очередь. Либо настройка запрета постановки в очередь без агентов. Также здесь можно настроить голосовое общение, оповещение агента, либо звонящего. В станции реализован механизм автоматической записи разговоров на SD-карту, либо в сетевую папку. С помощью данной панели можно настроить запись разговоров либо для входящих вызовов, либо для исходящих вызовов, либо для внутренних вызовов. Настроить запись разговоров по каждому каналу, либо по каждому номеру. Поскольку станция представляет собой гибридную АТС, то есть существует подключение к IP-каналам. Соответственно, станция может быть подключена к интернету и иметь порт 50-60, доступный снаружи из глобальной сети интернет. В станции реализован firewall, сетевая защита, которая предотвращает защиту станции от подключения злоумышленников. Механизм блокировки реализован, то есть если несколько попыток проникновения подключения к порту IP-телефонии станции предпринято, то удаленный хост блокируется. Для осуществления, для работы со станцией с помощью мобильного телефона разработано приложение Linkos компании Eostar. Это сетя и приложения, это не отдельный софтфон, он устанавливается на планшет либо на мобильный смартфон, и работает совместно с мобильным номером абонента, совместно с мобильным каналом. То есть для вызовов используется мобильный канал. Приложения позволяют производить контроль статуса внутренних абонентов станции, отображать пропущенные вызовы, выполнять инициирование вызова, переводить звонок, записывать разговоры по кнопке, удерживать вызов. Как работает данное приложение? То есть, допустим, мы с мобильным телефоном находимся за пределами предприятия, у нас есть в мобильном телефоне подключение к интернету и доступ к мобильной сети. Мы хотим позвонить кому-то, используя нашу АТС. Мы через мобильное приложение набираем номер либо внутреннего абонента, либо какой-то городской номер. Соответственно, через мобильный канал нам АТС перезванивает. Мы поднимаем трубку на мобильном телефоне и после подъема трубки вызов отправляется удаленному абоненту, что очень удобно для использования мобильных телефонов при работе с АТС. Для подключения, для интеграции с различными сетями, CRM-системами в станции предусмотрен интерфейс АМИ. То есть, если необходимо реализовать оповещение о входящем вызове или вплывающим окном, либо инициацию вызова по кнопке из какой-то системы либо с веб-сайта, можно дописать, можно реализовать скрипт с помощью библиотек PHP, Python, либо каких-то других библиотек, соответствующий программный код, который позволит выполнять данные действия. для расширенной настройки и администрирования в станции предусмотрен протокол SSH, который дает доступ командам ядра системы. Через SSH можно произвести дополнительные настройки конфигурации, тонкую настройку конфигурации, либо онлайн-сип откладку, либо просмотр логов. по протоколу FTP можно загрузить пользовательские настройки, более сложные, которые через SSH нельзя сделать, если текстовые конфигурационные файлы более сложные. Либо выполнить загрузку каких-либо звуковых файлов, либо выгрузку записей журналов. Таким образом, Ястар N824 представляет собой экономически эффективное решение, которое предоставляет вам широкие возможности по решению задач корпоративной телефонии в малом бизнесе. Ястар N824 это умная АТС для аналоговой телефонии, которая обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с аналогичными решениями, существующими сегодня на рынке. Ястар N824 это большие возможности для малого бизнеса. Таким образом, я свой вебинар закончил. Если есть вопросы, прошу, пожалуйста, пишите в чат. станция не расширяется. Платами расширения станция не расширяется. Расширение станции возможно с помощью четырех СИП-каналов и использования наших либо GSM-шлюзов, либо аналоговых шлюзов. GSM-шлюзы это TG-100 до TG-1600, либо аналоговые шлюзы это TA-400 и 410, и 800 и 810. Так, резервирование и отказ за устойчивость не предусмотрено. Мобильный клиент реализован для iOS и для Android. Мобильный клиент доступен пока в бета-версии, но обещают поддержку уже рабочего релиза мобильного клиента. Приложение Линка с другими от АТС ЕАСТАР серии У не работает. Возможно приложение Линкос будет работать со следующим поколением АТС ЕАСТАР. То есть это у нас был анонс ЕАСТАР Н1, но в данный момент лишь существует поддержка Линкос для Н824. АТС Как действовать, если маршрут звонка перебрасывает на другой канал связи? Запись на SD-карту она легко достается без разбора корпуса. Да, карта достается легко без разбора корпуса. Сколько одновременных разговоров. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конкурентная способность по сравнению LG и Panasonic. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в LG и Panasonic, насколько я знаю, дополнительные функции, такие как голосовое меню, такие как SIP-каналы, расширяются с помощью дополнительных плат, которые стоят много денег. Здесь уже все включено и доступно без лицензирования. Весь функционал уже доступен из коробки, нет необходимости докупать какие-то ключи, лицензировать. вот за как бы за ту же стоимость, как и конкуренты, какие продукты конкурентов, мы получаем уже готовое изделие со всем доступным функционалом без лицензирования. до сих пор. Если нужно расширить по количеству транков или IP абонентов, то пока такой возможности не предусмотрено, поскольку станция разработана для малых офисов. Всего 4 канала и 8 СИП телефонов можно подключить. Продолжение следует... Внешние аналоговые модули FXS можно добавить с помощью шлюзов ТА-400, ТА-800. Больше нельзя, поскольку аналоговые внешние каналы подключаются тоже через учетную запись станции. Через IP можно подключать станцию к сервис-провайдеру IP-телефонии по протоколу СИП. А также шлюзы. Организовывать транк между АТС и сервис-провайдером и организовывать транк между АТС и шлюзами. Линкос не работает как VoIP-клиент. Линкос работает как СИП-приложение. В дополнение к мобильному телефону. То есть звонки производятся через канал мобильного телефона. Линкос работает как СИП-клиент. Значит, я указал, что факс на e-mail поддержка есть. Есть определение факса. Детектор факсового сигнала во входящих маршрутах. И если факс обнаруживается, тогда входящий факс отправляется на e-mail. Колер ID поддерживается, да. Доступность на складе. Это необходимо уточнить у менеджеров. Но по последней информации, доступность на складе должна уже быть. 했습니다. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На другого абонента, внутреннего или внешнего? Продолжение следует... Переброс без команды как? Сама станция перебрасывает? Угу, понял... То, что в серии У было реализовано, исходящего маршрута... Нет, пока нет во входящем маршруте... Отправлять на исходящий маршрут... Нет, пока такого функционала нет... Это не ошибка, просто такой функционал не реализован... В серии У такой функционал просили для доработки, он был реализован... Здесь пока нет... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сложно сказать. Если питание выдернуть из розетки, то возможно. Запись разговора на внешний диск возможна, если внешний диск используется как сетевое хранилище. То есть в станции нет SATA разъемов, нет USB разъема, есть разъем для SD-карты. В данном случае внешний диск типа USB, либо флешка, либо внешний диск подключить нельзя. Если внешний диск подключается по сети, тогда запись на внешний диск возможна. Сегодняшнюю презентацию. Да, да, да. Пришлите нам запрос на электронную почту, и мы вам предоставим презентацию. По сети используется протокол SMB. Максимальный размер SD-карты 64 гигабайта. Но уточняется, возможно я ошибаюсь. По предварительным данным было 64 гигабайта. Максимальный объем записи разговоров. Максимальный объем записи разговоров. Какой? Значит, объем записи разговоров зависит от объема накопителя, на которой производится запись разговоров. В данном случае, если запись разговоров ведется в сетевую папку, то тогда этот объем не ограничивается. Если на жесткий диск, тогда время разговоров ограничивается лишь размером жесткого диска подключенного. Через внешний шлюз, через шлюз ТЕ100 либо ТЕ200, завести поток в станцию Е1. Значит, вот по поводу целесообразности. Теоретически, подключение шлюза ТЕ1 к станции возможно. Я не думаю, что какие-то ограничения должны здесь быть. То есть, будет не соблюдена совместимость оборудования шлюза и оборудования ТЕ100-824. По СИП-протоколу все должно работать, то есть, шлюз Е1 можно будет подключить к станции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, если нет вопросов, тогда сегодняшний вебинар я объявляю рассмотренным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приезжайте к нам, звоните, обращайтесь. С вами был Левицкий Олег, инженер... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...